МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Зачем большой брат следит за тобой? У меня от него нет тайн. Чем грозит миру мода на смартфоны? По большому счету подконтрольным становится все информационные пространства. И в чем настоящий секрет успеха Фейсбук? Ищите женщину. Как только она появилась, компания перестала проигрывать риски. Сколько нацистов ушло от возмездия? В Аргентине несколько десятков тысяч было. И что нашли в могиле шефа гестапо? Оказалось, что там три разных тема. В гробу. Лекарство от старости или инъекция смерти? Это впаривание людям технологий, про которые сегодня никто не может сказать, что не полезно. Кому на самом деле помогают стволовые клетки? Я лично никогда не пойду это делать. И всем не советую. Мы живем в мире информации. Ее так много, что зачастую мы сами не помним, что, где и когда сказали, сфотографировали или написали. Вы думаете, ничего страшного, я простой человек и никому не интересен. Вы ошибаетесь. За вами внимательно наблюдают и все записывают. Но кому и зачем это нужно? 26 марта 2012 года. В столице Южной Кореи стартует всемирный саммит по ядерной безопасности. Но это событие меркнет на фоне другой новости. В том же Сеуле во время приватного разговора двух президентов происходит странный казус. Как бы случайно срабатывают микрофоны и телекамеры. Весь мир слышит, о чем Барак Обама и Дмитрий Медведев говорят тет-а-тет. Это мои последние выборы. После выборов я смогу быть более гибким. Совсем скоро выборы президента Соединенных Штатов. Возможно, это какая-то провокация против Обамы. Но чуть позже становится известно. Эпизод с микрофонами не случайность. Российского президента это тоже касается. Оказалось, что те же самые его переговорные саммиты, они тоже, в общем-то, мониторились. Впрочем, то, что за политическими лидерами следят, ни для кого не секрет. Так было всегда. Другое дело обычные граждане. Если мне кто-то расскажет, что хоть одно правительство хоть одной страны, но за исключением там самых отсталых государств мира, не проводят тотальную слежку за своими гражданами, я очень удивлюсь. После окончания Второй мировой войны британец Джордж Оройл написал роман «Антиутопию» 1984. Книга стала знаменитой. Ее самая известная фраза «Большой брат следит за тобой». «Большой брат» – это власть, правительство, спецслужбы. Оройл не был пророком. Считает член сообщества «Практика конкурентной разведки» Елена Ларина. Он просто угадал. Еще до Второй мировой стало понятно. Спецслужбы крупных держав взяли новый курс. На тотальную слежку. Собираются огромные базы данных по людям. Информация сваливается вся в огромные хранилища. Для этого есть соответствующие структуры и в Соединенных Штатах. Там у них есть агентство национальной безопасности, National Security Agency, который этим занимается уже с 52-го года. Сегодня для тотальной слежки не нужны жучки и другие шпионские штучки. Спецслужбам помогают телефоны и интернет. Любой, например, интернет-провайдер, вообще любая компания, на самом деле, занимающаяся какими-то там коммуникациями или телефонной компанией, ну, естественно, они все имеют определенные обязательства перед спецслужбами своих государств, что в случае необходимости они предоставляют данные о пользователях, о разговорах, которые там были. Об этом все предпочитали молчать. Тишина закончилась в июне 2013-го. США потряс информационный скандал. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал, как спецслужбы шпионят за гражданами. Компании, мобильные связи и так далее, ведь они идут на поклон государству, чтобы получить соответствующий диапазон частот и так далее. Государство может им неофициально, негромогласно диктовать определенные условия. В документах, рассекреченных Сноуденом, также утверждалось, почти все современные смартфоны буквально напичканы программами захвата информации. Без этого они просто не попадут на полки магазинов. С помощью мобильного телефона, который мы с собой носим, можно достаточно хорошо фиксировать местонахождение человека. В этих гаджетах могут быть всякие закладки, которые могут передавать, с кем происходит разговор данного человека, и, собственно, даже и сам по себе трафик. Известны случаи, когда людей задерживали по сигналу с какого-нибудь гаджета. Лежащий на столе смартфон реагировал на разговоры о терроризме и передавал сведения, куда следует. Телефон снимали информацию, и там на ключевые слова реагировали. В 2005 году, сначала в Чикаго, а затем во всех крупных городах Америки, была запущена экспериментальная программа распознавания лиц. Проект внедрялся в секретном режиме, но после нескольких крупных скандалов о нем стало известно. Был такой нонсенс, например, с сенатором Санчес. Была сенатор с США, задержана в аэропорту по подозрению в терроризме. Дело в том, что она полная тезка, действительно, женщины, которая относилась к каким-то латиноамериканским террористическим группам. Программа выдает красный, ну, то есть высокий уровень опасности, потому что полная тезка. Устройствами скрытого видеонаблюдения сегодня оборудованы все мегаполисы мира. И все-таки самые большие средства, как уверяют конспирологи, спецслужбы тратят на социальные сети. Но для чего разведке читать сообщения рядовых граждан? 14 мая 1984 года в одном из пригородов Нью-Йорка в семье стоматолога и психиатра родился мальчик. Его назвали Марк. Ребенок увлекался компьютерами. У него неплохо получалось. Не успел он окончить школу, как ему предложили работу сразу несколько крупных компаний. Но школьник отказался и поступил в Гарвард на факультет психологии. Так началась история Марка Цукерберга. В Гарварде Цукерберг вступил в сообщество еврейских студентов Альфа-Эпсилон-Пи. А в 2004 году программист запустил для учащихся колледжа закрытую социальную сеть Фейсбук. Ему помогали несколько сокурсников. Они как-то странно себя ведут, вместо того, чтобы закончить университет, сбегают из Гарварда почему-то в Калифорнию. Что-то их туда потянуло. Вот именно в Калифорнию. Как будто там медом намажено. Побег Цукерберга в Калифорнию не случайно утверждают эксперты. На территории Золотого Штата сосредоточены исследовательские центры Госдепартамента, военные разведки и Агентства национальной безопасности США. А вы видите, как раз в это время был дот-комбум. То есть и тоже все неслось со страшной скоростью, и стало ясно, что есть большая нехватка программистов. В декабре 2007 года еще никому неизвестного Цукерберга познакомили вот с этой дамой. Ее зовут Шерил Сандер. И сегодня уникальная женщина. Как только она появилась в компании, в компании перестала проигрывать риски и стала зарабатывать прибыль. А кто такая мадам Сандер? Случайно лицо? Это бывший руководитель аппарата федерального казначейства в Соединенных Штатах. А откуда она пришла? Она пришла из компании Google. Google – это не просто поисковая интернет-система. Это своего рода трансконтинентальная интернет-корпорация, на которую нанизаны все крупнейшие социальные сети. На данный момент очень большое количество коммуникаций во всем мире происходит именно через вот эти американские серверы. В Китае запрещены социальные сети именно по этой причине. То есть там есть аналоги социальных американских сетей типа Вейба, аналог Фейсбука. Именно потому, что в Китае хорошо понимали ситуацию, которая складывается, это информационная безопасность Китая, информационная безопасность воображения. Эксперты говорят, за корпорацией Google изначально стоят Агентство национальной безопасности США, Департамент обороны и ЦРУ. Был проект по людям, компьютерам и дизайну. Такая программа в Станцовском университете, которую в 1991 году занялся человек по имени Цель Виноград. Но он еще в МАИТ работал непосредственно по заказам Департамента обороны. Но зачем компании? Информация обо всех рядовых пользователях. И люди просто думали, когда они говорили, что это паранойя, что за мной может следить там какие-нибудь спецслужбы через интернет, они мыслили как, ну я же не какая-то там большая политическая персона, или там что в моей почте есть что-то сверхважное, зачем кто-то за мной будет следить? Самый очевидный способ использования этой информации – направленная реклама. Но вот единственный ли? Это массовый танцевальный флешмоб в Нью-Йорке. Ежегодно его устраивает группа Black Eyed Peas. В 2009 году марафон по числу участников даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. А это уже Стокгольм. Флешмоб, посвященный памяти Майкла Джексона. Тысячи людей. И собрали их в одно время и в одном месте в социальные сети. Объявляется, что будет какая-то акция, давайте все пойдем. В принципе, для многих участников это, например, отчасти даже просто прикольно. Лидер популярной группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов рассказывает, он много раз именно так собирал людей на концерты. На маленькие камерные концерты я созываю людей разными способами в социальных сетях. Вадима не смущает то, что его личная информация может стать не только достоянием поклонников, но и спецслужб, причем зарубежных. Он говорит, честному человеку скрывать нечего. Меня это мало заботит. Я считаю, что большой брат должен быть и должен следить. Сейчас, когда на смену европейскому революционному терроризму пришел терроризм исламский, я считаю, что большой брат должен быть везде. У меня от него нет тайн. С одной стороны, это верно. Если кто-то собирает информацию с благими намерениями. Но что, если важные данные попадут не в те руки? Это кадры массовых беспорядков в Египте. В мировую историю они вошли под названием «Арабская весна». Известный факт. Первоначально этих людей собрали и вывели на улицу через социальные сети. Все эти эволюции, все, что по всему миру происходит, конечно, они не были бы возможны в той форме, которую они имеют сейчас, без участия этих технологий. Историки объясняют интерес спецслужб к интернету просто. В социальной сети это удобно. Сначала с помощью отработанных технологий на них намеренно подсаживают пользователей, а потом ими манипулируют. Процесс влияния на сознание идет каждую секунду. Прямо сейчас. В 2008 году никому неизвестный канадский мальчик Джастин Бибер выложил в сеть свои песни. Ролики увидел известный американский продюсер Скутер Браун. Теперь Бибер известен на весь мир. Этот успех в сети пытаются повторить тысячи жаждущих славы. Желая добиться известности, многие идут на самые шокирующие поступки. Ведь люди снимают на видео собственные преступления, как они кого-то избивают, убивают, издеваются. И потом они вместо того, чтобы наоборот это навсегда спрятать, потому что это может против них же стать свидетельством, они это выкладывают. Неудивительно, что просто зайдя на чей-то сайт, заинтересованные лица могут узнать о человеке все. От его расписания на день до планов на отдаленное будущее. Вот эта масса информации, которую оставляют граждане, она также дает, в общем-то, широкое сфере для анализа. То есть за теми же, так сказать, гражданами можно, в общем-то, фактически таким образом следить составлять на них досье. Я вот приводила в своих статьях примеры американской компании, у которой есть база на 5 миллионов человек. Они торгуют этими цифровыми личностями, то есть этими данными, а предоставляют маркетинговые и компании, которые занимаются продажами. Досье легко продаются и покупаются. Отсюда многочисленный спам на наших интернет-сайтах, куча непрошенной рекламы и звонки на мобильные с предложением разных товаров. И вот в качестве анекдота был случай, когда пришел один сотрудник к другому из такой компании и говорит, у тебя дочь беременна? Он говорит, что ты, нет. Он говорит, ну вот смотри, значит, она интересуется такими-то анализами, она заходит в интернет-магазины такие-то, но тот выяснил, что да, действительно, дочь беременна, боялась папе сказать. Чем больше в нашу жизнь внедряется интернет, тем труднее скрыть свою личную информацию. По большому счету подконтрольным становится все информационное пространство. Ведь вы посмотрите сферу услуг, вы приходите в поликлинику, там уже стоят компьютеры, там уже своя сеть связи, там уже база данных на каждого, кто, чем, когда болел и прочая-прочая информация, которая, может быть, носит интимный характер. В современном мире сложилась парадоксальная ситуация. Сначала все крупные структуры гнались за прогрессом. Полностью перешли на компьютеры. А в итоге работа с цифровыми системами обернулась колоссальной утечкой информации. И теперь спецслужбы и крупные корпорации тратят огромные деньги на программы защиты. А защититься от большого брата становится все сложнее. Смотрите далее. Ангел смерти из Освенцима. Неужели он продолжил свои опыты в Бразилии? Тот факт, что в Кандиду Гудой самое большое количество близнецов в мире отчасти это подтверждает. И кому было выгодно спасать нацистов? В Аргентине несколько десятков тысяч было. Стволовые клетки. Какова настоящая цена эликсира молодости? Есть теории того, что это вызывает рак. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Главные идеологи и функционеры нацистского режима. Почему многие из них так и не предстали перед судом? Еще на Нюрнбергском процессе выяснилось. Некоторым преступникам удалось спастись. Но подлинные масштабы этого явления вскрылись лишь спустя десятилетия после войны. Некоторые эксперты считают, от ответа ушли почти полмиллиона нацистов. Можно ли сбежать от целого мира и куда? Кому и зачем это было нужно? Среди нацистов, которые ускользнули от правосудия, политики, офицеры, врачи. Как рядовые, так и известные всему миру? До сих пор непонятно, каким образом Вальтер Шелленберг оказался в Швейцарии. После 1945 года. Руководитель военной контрразведки, признанный военным преступником, он спокойно сумел бежать из-за практически окруженного Берлина. Мартин Борман сбежал при помощи ватиканских документов, как и Мюллер. Были еще сотни человек, генералов и офицеров СС, управляющих концлагерями, которые точно так же ушли от возмездия благодаря Ватикану. У нас есть копии их паспортов и путевых документов. Известный британский журналист и историк Джерард Уильямс несколько лет прожил в Аргентине и написал книгу о побеге Гитлера. Он считает, что правительство послевоенной Германии знало об уцелевших вождях Третьего Рейха и было готово на подлог, чтобы скрыть правдивую информацию от всего мира. По заказу германского правительства в 90-е годы был проведен ДНК-анализ останков Мартина Бормана. Результат да, это точно Борман. Но в качестве образца выступил 83-летний родственник, о котором его семья впервые слышала. Шесть прямых потомков Бормана предложили свои ДНК. Но правительство сказало, нет, у нас есть родственник, о котором вы никогда не слышали. Именно Борман, серый кардинал Третьего Рейха, сразу после поражения под Сталинградом начал готовить побег всей верхушки Третьего Рейха. Он созвал основных промышленников Германии и распорядился выводить производство на другие континенты. Борман лично вывел более 400 компаний за границу. Через него проходили деньги и золото, которое закладывалось в заграничные банки. Борман в течение долгих, долгих и долгих лет считался пропавшим без вести и вообще неизвестно, где пребывающим. В Южную Америку вывели большую часть капиталов нацистской Германии. Жизнь на новом месте была богатой, аккуратной, размеренной. Все как на родине. Шокировавшая весь мир информация о выживших нацистах начала всплывать только после смерти большинства из них. В 1996 году были обнаружены документы, которые якобы подтверждали, что Мартин Борман, нация номер 2, единственной из верхушки немецкого руководства, который избежал Нюрнберга, были обнаружены его следы в городе Оссорно, в котором якобы был обнаружен его паспорт. Журналист Алексей Ковалев провел в Южной Америке 10 лет. Каково же было его удивление, когда он узнал, жил в том же доме, что и бывший офицер СС Вальтер Рауф. В свое время он придумал газовые камеры и на другом континенте сделал неплохую карьеру. Стал правой рукой президент Аргентины Хуана Перрон. Вальтер Рауф это известная личность. Основная его работа, если вы помните, была связана с консеркционными лагерями. Он был изобретателем душегубок. Перрон называл нюрнберский процесс позором и активно принимал у себя немецких военных специалистов для развития собственных вооруженных сил. Это копия паспорта некоего Рихарда Бауэра. Есть версия, что Бауэр новая фамилия Мартина Бормана. В 1961-м на допросах ее назвал бывший гестаповец Адольф Эйхман, главный организатор Холокоста. Нашли и тех, кто в мае 45-го видел, как Борман садился в поезд со своей охраной. Но заняться поисками порта и геносце так никто и не захотел. На мой вопрос, искала ли наша советская советская разведка Бормана, один из руководителей разведки ответил таким образом, что на его памяти был только один случай, когда в Парагвае нашли якобы могилу Мартина Бормана. Но как же Борман сумел уйти? Очень просто и по-своему гениально. Ватикан и Красный Крест. Именно через них тысячи нацистских преступников переправлялись из осажденной Германии в Латинскую Америку и скрывались там до самой смерти. Адольф Гитлер избежал смерти. Об этом начали поговаривать почти сразу после конца войны. Вроде бы звучит наивно. Кто мог укрыть врага человечества номер один? С другой стороны за такую услугу можно было бы назначить высочайшую цену. Американцы допустили побед Гитлера. Я не говорю, что они ему помогли, но допустили, не организовав его преследования. И получили за это ракетные технологии. С течением времени на поверхность стали всплывать совсем уже дикие подробности гигантской аферы. Много оказалось тех, кто инсценировал свою смерть. Думаю, одним из них был самый известный гестапо, начальник тайной государственной полиции Мюрзер. Его тело было захоронено родственниками в 45-м году, а когда провели эксгумацию, кажется, в 52-м или в 60-м оказалось, что там три разных тема в гробу. И ни одной из них не принадлежала Генриху Мюллеру. Очень вероятно, что Мюллер скрылся в Аргентине, точно так же, как и знаменитый ангел смерти доктор Менгеле, который проводил в концлагерях жестокие медицинские эксперименты. Он посвятил много времени генетическим исследованиям и опытам. Он покинул Освенцем в форме простого солдата и добрался до Испании, потом на теплоходе отплыл к берегам Латинской Америки. Где не только жил под собственным именем, но даже получил паспорт на свое собственное имя и парагвайское гражданство. Когда Менгеле не мог проводить эксперименты с людьми, он проводил их с животными. У него была большая фазенда под Буэнос-Айресом, где коровы давали по два теленка в год. Исследователи полагают, в Бразилии доктор жил в городе Кандидо Годой, имел свою медицинскую практику и, возможно, продолжал генетические эксперименты. Тот факт, что в Кандидо Годой самое большое количество близнецов в мире, отчасти это подтверждает. Это феномен, и он позволяет сделать определенные выводы. Оказавшись по ту сторону Атлантики, бывшие военные преступники занимали видные посты и вели светский образ жизни. Многие дожили до седых волос, в достатке и почете. Известный режиссер Карен Шахназаров встретил нескольких таких в Аргентине на кинофестивале. Один из организаторов фестиваля в свое время уехал. Ну, понятно, что, наверное, можно было сопоставить. Мы, конечно, документов не видели, но было очевидно. И в Аргентине очень много в то время было-то. Это несколько десятков тысяч было. Выглядели они неплохо и вполне были довольны жизнью. 85-й год, после войны это сколько лет? 40 лет? Ну, значит, им было лет тогда. По 60-65. Они не скрывали, что они участвовали во Второй мировой войне, что они уехали из Германии после войны. То есть, те люди, которые живут вот среди нас, которые считаются как бы такими же гражданами, членами общества, на самом деле у них руки в крови, и это те люди, которые совершали убийство и преступления в годы Второй мировой войны. Одесса. Организация эсэсовцев, выживших после Второй мировой. Цель помочь товарищам по партии найти себя в новом мире. Благодаря разветвленной агентской сети группы Одесса от правосудия ушли десятки военных преступников. Они уехали из Германии, получили новые имена и новую жизнь в Латинской Америке и даже Европе. Одесса, которая разрабатывала пути отхода высшего руководства военного, партийного, государственного из Германии в нейтральные страны, в страны, которые оставались верные северническому долгу в той же Испании. Вводили людей в Швейцарию, вводили людей в Италию, ввозили в Швецию, ввозили опять же в ту же Латинскую Америку, в Южную. Фашисты уходили крысиными тропами. Так прозвали агентскую сеть Одесса. Но когда эсэсовцы успели наладить пути к бегству? 43-й, 44-й, 45-й год они явно готовили себе отступление, они явно готовили себе гнезда, куда бы они могли скрыться. Создавалась сеть, создавалась сеть тайных ходов, подпольных нитей, которые связывали, которые накрыли своей сетью всю Европу, от Швеции до Сицилии и всю Латинскую Америку, от Мексики до Южных широт, до самых антарктических широт, Чили и Аргентины. То есть эта сеть была очень развита. Ее так и называли Паук. Конечно, вести такую хитрую игру мог только гений разведки и шпионажа. Такой человек в Третьем Рейхе нашелся. Во главе Паука стал Отто Скорцени, Галпштурмфюрер, бывший сорвиголова такой Гитлера, диверсант номер один Германии. Именно Скорцени разработал и осуществил эвакуацию фюрера Третьего Рейха из осажденной Германии. Так считают некоторые историки. После войны гений немецкой разведки попал в плен к американцам и долгое время сотрудничал с ними. Я думаю, он уехал в ближайшем окружении с Мартином Борманом и еще рядом высокопоставленных офицеров, которых так и не нашли. Американские колонии в Аргентине, в Чили, в Парагвае, они до сих пор существуют. Это закрытые городки и туда трудно прорваться. Нашему соотечественнику Алексею Ковалеву удалось побывать в одном из таких мест. В 1996 году он случайным образом оказался в колонии Дегнидад немецком анклаве на территории Чили. Это поселение было основано Паулем Шефером. Во время Второй мировой он служил медиком в гитлеровской армии. Известно, что до конца 2000-х в Дегнидаде жили по законам Третьего Рейха. В 2006-м Шефер был арестован по обвинению в пытках и насилии над детьми. Поговаривают, что на территории колонии пропало множество людей, неугодных чилийскому правительству. И непосредственно Шефер приложил к этому руку. Колония Дегнидад существовала на территории Чили вне юрисдикции законов этого государства. Полувоенная зона площадью 17 тысяч гектаров была обнесена колючей проволокой и строго охранялась. И когда мы пообедав сказали, что хотим познакомиться с хозяевами Дегнидад, нас спросили откуда мы, когда сказали, что мы из Москвы, из России, нас тут же попросили покинуть территорию. Ковалев спасся чудом. Ведь за 10 лет до его путешествия в окрестностях Дегнидад пропал советский математик Борис Вейсфеллер. Нашлись даже свидетели его похищения. Но полицейское расследование ни к чему не привело. И когда мы уже сели в машину и поехали, то с аэродрома, маленький аэродром, там авианетки в основном взлетают, взлетело несколько самолетов, и сопровождали нас не один десяток километров, сменяя друг друга. У них были, кстати, самолеты и вертолеты в системе охраны, и там, куда они не долетали самолеты или вертолеты, было специальное подразделение, охранное подразделение на лошадях с собаками. Возможно, Англав Дегнидад стал той тихой гаванью, где нашли пристанище фашистские военные преступники, в том числе и высочайшего ранга. Предполагаю, что именно там и скрывался шеф гестапо Мюллер, именно в этой колонии Дегнидад. Эта колония была опасна, потому что они ведь не только там жили, они там издавали газеты, они издавали литературу на сырского содержания, которая потом распространялась не только по Чили, а по всему миру. Преступный анклав в Чили это не фантастический роман, а реальность. И мест таких на карте Южной Америки не так мало. В архивах Аргентины до сих пор хранится письмо президента Перона. Национал-социалисты из Германии в Барелочи обладают такой же властью, как и я сам. Барелочи это такая неофициальная столица аргентинских немцев. она остается таковой до сих пор. Очень интересное место. Здесь нашли приют многочисленные военные специалисты и ученые нацистской Германии. Здесь работали над аргентинским атомным проектом. Создавали бомбу, обучали военных. Было очень много немецких технических специалистов в войсках Латинской Америки. Было очень много поставок вооружения из Германии, прежде всего авиация. И были налажены связи между военной элитой германской и латиноамериканской. В то время, когда по всей Европе нацисты скрывали свое прошлое и как могли спасались от преследования, на другом берегу Атлантического океана их бывшие соратники ни от кого не прятались. Как мы видим, выжившие нацисты принесли пользу не только южноамериканским режимам. Немецкими разработками активно пользовались спецслужбы США. В итоге бывшие эсэсовцы внесли большой вклад в дело падения своего главного врага СССР. И еще в США вышла книга мемуаров шефа гестапо Генриха Мюллера. В ней глава тайной полиции или тот, кто подписался его именем, утверждал, мрачные концлагеря Бухенвальд и Освенцем не более, чем выдумки советской пропаганды. Эту книгу покупали и, скорее всего, кто-то даже принимал слова Мюллера за чистую монету. Стволовые клетки. Их называют эликсиром вечной молодости и светлым будущим медицины. Кожа становится более упругая, подтянутая, улучшается цвет лица. Но каких жертв потребует эта красота? Я лично никогда не пойду это делать и всем не советую. Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В костном мозге и крови человека есть клетки, способные восстанавливать практически любой поврежденный орган. Речь идет о стволовых клетках. С их помощью обещают вылечить болезни сердца, бесплодие и победить рак. Но скептики уверены, все не так просто. Как же продлить молодость и сохранить здоровье? И какую цену придется заплатить за долгую и счастливую жизнь? В России зеленый свет клеточной медицине дал Борис Ельцин. Его врач Геннадий Сухих в то время был единственным ученым в стране, кто практиковал лечение стволовыми клетками. Он утверждал, что продлил жизнь президента. Но какую цену заплатили за здоровье Ельцина? Начал искать некий эликсир, некую ту самую стволовую клетку, из которой по идее можно было бы воссоздать все клетки и ткани организма. Стволовые клетки отвечают за рост и развитие организма. С каждым годом жизни их количество сокращается, определяя процесс старения человека. Наибольшая концентрация стволовых клеток у эмбрионов на поздней стадии формирования и новорожденных детей. Стволовые клетки, они есть практически везде. Их можно брать из крови, их можно брать из костного мозга. Очень много по вопросам стволовых клеток было разработок именно отечественных советских в конце 70-х, начале 80-х годов. Первыми подопытными стали клетки эмбрионов, искусственно выращенных в пробирке. Материал выделяли из тканей костного мозга. Исследования показали, клетки эмбрионов могут творить настоящие чудеса. Вот эта линия эмбриональных стволовых клеток, из которых можно получить практически любой тип клеток, она может быть неким источником формирования вот того материала для регенеративной медицины. Стволовые клетки становились частью того органа, куда их подсаживали. При высокой скорости деления они быстро заполняли поврежденные участки, восстанавливая больные органы. В теории лечебные свойства этих клеток считались безграничными. опыты с клетками эмбрионов породили массу слухов. Вот главный из них. Чтобы давить ценный материал, в клиниках обманным путем вынуждают женщин делать аборты на поздних сроках. Также говорили о наличии черного рынка для продажи органов за границу. Официальная информация не подтвердилась, но что творилось на самом деле остается загадкой. К теме эмбриональных исследований подключились и священнослужители. Они публично осудили любые эксперименты в этой области. Человек генетически является самостоятельным организмом. Хотя он еще маленький, только недолго после зачатия, несколько, может быть, недель. Поэтому сказать, что это не человек или культура ткани нельзя. Даже сегодня разговоры об абортах ради ценного материала, темы жарких обсуждений в интернете. Достаточно почитать форумы центров планирования семьи. А несколько лет назад вокруг стволовых клеток разразился нешуточный скандал. Люди не понимали, что такое эмбриональные стволовые клетки и предполагали, что это каким-то образом связано с абортами, каким-то образом связано с разрушением жизни и так далее. Люди, не касаясь особенностей, начали напряженно реагировать на эту тему. В 2001 году президент Джордж Буш наложил запрет на эксперименты с клетками эмбрионов. Американские ученые, которые были главными разработчиками в этой области, заморозили свои проекты на неопределенный срок. Он по религиозным соображениям сказал, что мы за счет средств налогоплательщиков, за счет государственных денег не будем финансировать создание жизни, то есть ее разрушение даже в пробирке. Запрет на эмбриональные исследования действует и сегодня. Пока в России на основе стволовых клеток не разрешена ни одна технология. Официально, по крайней мере, не разрешена. Поэтому ученые сосредоточились на другой области клеточной медицины. Изучению пуповинной крови. Возникла идея, что человек рождается на свет запасным колесом. В этом пуповинном плацентарном комплексе есть огромное количество разных типов клеток, но одно из первых ценных, то, что там нашли, это были стволовые клетки пуповинной крови. Сегодня беременные женщины могут заключить договор с донорским банком на хранение плаценты и пуповинной крови. Врачи утверждают, так можно застраховать будущего ребенка от многих серьезных заболеваний. Рак крови, лейкозы, лимфомы, лимфогранолематоз и, в общем, порядка 80 заболеваний, многие из них очень редки. В пуповинной крови содержится высокий процент стволовых клеток. Но в отличие от клеток эмбрионов, с их помощью нельзя выращивать органы. Такие клетки воздействуют только на кровеносную систему. Теоретически этому человеку можно трансплантировать и пересадить свой костный мозг, свои кроветворные клетки, которые восстановят эту кроветворную систему. Донорские клетки помещают в криокамеру, где с помощью жидкого азота и температуры минус 150 градусов хранят до востребования. Хранение при такой температуре является бессрочным. В клетках жизнедеятельность полностью прекращается и время для них тоже останавливается. Мне кажется, что это выдуманная история. Идея сохранения этих клеток это примерно так же, как замораживание человека, чтобы потом его оживить через тысячу лет. Это некая фантазия на коммерческой основе. Это так же, как хранить трупы на Луне. Ну, из той же семьи. Воспользоваться законсервированными клетками может и сам донор, и его близкие родственники. В нашей практике был случай, когда мы отдали клетки для лечения старшего брата, и всё получилось, клетки прижились, ребёнок жив-здоров. Но какие будут результаты, если для лечения больного взять стволовые клетки из пуповины любого другого младенца? Чтобы подобрать клетки одному человеку от другого совершенно незнакомого постороннего, нужно перебрать порядка 10-100 тысяч образцов. Идеальной совместимости добиться невозможно. И хоть врачам есть из чего выбрать, стопроцентную гарантию на приживаемость чужеродных клеток не дадут ни в одной клинике. Стволовые клетки, они либо будут уничтожены собственным иммунитетом хозяина, либо они восстанут против хозяина, тогда наступает другая болезнь, называется болезнь трансплантата против хозяина. В любом случае, это тяжёлый иммунологический конфликт, который заканчивается всегда не в пользу человека. Непредсказуемость лечения отпугивает людей, поэтому до сих пор самой популярной областью применения стволовых клеток является эстетическая медицина. подтянуть кожу и разгладить морщины якобы возможно всего за пару сеансов. При этом идти в банк крови или ждать постороннего донора не надо. Средство для продления молодости находится в крови самого пациента. Нужна центрифуга и кровь пациента, из которой получают плазму с обогащёнными тромбоцитами. Современные технологии позволяют забирать рабочие стволовые клетки из крови даже взрослого человека. Этот материал по своему составу менее эффективен, чем клетки молодые. Для лечения он не годится. Однако фибробласты, которые выделяют из взрослых стволовых клеток, не только затормаживают процесс старения, но и поворачивают время вспять. По крайней мере, так утверждают многие специалисты, работающие в области косметологических инноваций. соответственно подкожно они ведут себя как мини-фабрики. Они начинают синтезировать коллаген эластин, гиалуроновую кислоту и улучшается состояние кожи улучшается и заметно. Где-то в среднем уже после 70 дней пациент ощущает то, что кожа становится более упругая, подтянутая, улучшается цвет лица. Со временем этот эффект нарастает, накапливается. при последующем введении допустим второй процедуры дополнительный объем клеток еще больше усиливает результат. Сама процедура напоминает уколы ботокса. Но почему чудо косметологии называют инъекцией смерти? Много известных людей достаточно молодыми умирали и ходят слухи, что они лечились стволовыми клетками и почему не было достаточно объективного и открытого расследования на эту тему, эта страна? В середине прошлого года актер Станислав Садальский в своем блоге опубликовал скандальное сообщение. Его коллегу и подругу Анну Самохину погубило лечение стволовыми клетками. Родные актрисы тут же опровергли эти слухи. Но, как правило, известия о болезни и смерти многих популярных артистов порождают именно такие разговоры об уколах молодости. Случайность или подтверждение еще одного слуха? Дескать, стволовые клетки провоцируют рак. Незадолго до страшного диагноза рак желудка Самохина проходила курс клеточной мезотерапии в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после смерти актрисы. Позднее выяснилось, что Александр Абдулов, Владимир Турчинский и Любовь Полищук в свое время омолаживались также в московских клиниках. Тогда появилась информация, что стволовые клетки по составу напоминают раковые и их рост приводит к развитию болезни. В этом направлении были большие дискуссии о том, что те или иные клетки, стволовые клетки могут вызывать какие-то последствия, связанные с онкологическими последствиями и так далее. Я вообще считаю, что с омоложением не стоит экспериментировать, потому что, к сожалению, это может привести к плачевным каким-то историям. Есть теории того, что это вызывает рак, это в итоге вызывает смерть и так далее. Неприятная очень история. Я лично никогда не пойду это делать и всем не советую. Пока такой побочный эффект, как онкология, не доказан. При этом современные косметологи утверждают, клеточное омоложение одно из самых безопасных в современной косметологии. Могут быть какие-то микрогематомы, небольшая отечность, но в принципе человек на большой период не выбывает из жизни, он сохраняет свою работоспособность и через несколько дней он может приступить к своим делам. есть научные центры, которые этим занимаются, там очень много интересных работ. Но как только мы с вами переходим на эстетическую хирургию, вот это извините, это уже преступление, потому что это впаривание людям, технологий, про которые сегодня никто не может сказать, что они полезны. А я утверждаю при этом, что они опасны, потому что это без всяких проверок, без всяких наблюдений, людям просто переливает неизвестно что. До сих пор, вопреки всем слухам и запретам, стволовые клетки продолжают изучать и внедрять. Люди сдают кровь в донорские банки и занимают очередь в косметические кабинеты. А ученые строят смелые планы на будущее. Есть новые направления, которые сейчас развиваются, например, применение этих клеток при заболеваниях сердца, при болезнях печени, болезнях центральной нервной системы, то есть инсульт, например. Результаты в целом обнадеживающие и будем ждать, что через 10-15 лет это войдет в широкую практику. Лучше омолаживаться, что называется, изнутри, влюбляться, смотреть на красивое, рожать детей, получать удовлетворение от жизни, от своего нахождения в этом мире и не делать каких-то вот таких неприятных, опасных, неизведанных каких-то вещей. Я считаю, что наши бабушки были красивыми из-за того, что они дышали свежим воздухом, парились в бане, мазались огурцом и любили своего мужа и рожали, и ели здоровую пищу, и прекрасно себя ощущали. Уже сейчас интернет-сайты предлагают с помощью стволовых клеток излечить болезнь Паркинсона, аутизм и травмы спинного мозга. Но в рекламе не говорится о сути используемых методов лечения и легальности данных операций. Единственная законная ситуация, в которой вам могут предложить лечение стволовыми клетками, участие в клинических испытаниях. Но это всё на собственный страх и риск, на которые, как мне кажется, стоит идти только в самых крайних случаях. Желание выглядеть моложе к ним не относится. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Бермудский треугольник на севере Европы. Куда пропал целый корабль? Правда ли, что Герцан Илюмжинов встречался с марсианами? И готовился ли маршал Жуков свергнуть Сталина? КОНЕЦ